Виталий, приветствую тебя! Очередной эфир, очередная встреча, технический и фундаментальный анализ. Анализируем рынки, смотрим на то, что на них есть в моменте интересного, на отработку трендов, рекомендаций. В общем, стараемся также снабдить информацией тех, кто следит за нашим с тобой совместным творчеством в эти непростые времена. Потому что из позиции фундамента, я уверен, что из позиции техники действительно очень интересные вещи сейчас происходят. Фундамент крайне насыщен. И за какой регион, за какую страну не взяться, там точно что-то всплывает такое мощное, взрывное, что заставляет фокусироваться именно на новостном фоне. Англия, ковидная тема, Брекзит, Штаты, новые экономические стимулы тоже крайне негативные последствия распространяющейся инфекции, по-прежнему локдауны, жесткие ограничения. То же самое касательно новых штампов в странах еврозоны. Короче, везде хватает того, за что зацепиться. Виталий, я предлагаю тогда демонстрацию экрана. Давай, начнем с меня. И традиционно с первого инструмента, на который я хочу обратить внимание всех, это индекс американского доллара, который сейчас котируется на отметке 90.28. Пожалуй, если все-таки говорить про новостной фон американского происхождения, можно сказать, что самая главная новость в последних нескольких часов, это то, что тот пакет фискальных стимулов, который был фактически одобрен сначала на межпартийном уровне, потом Палатой представителей, Сенатом, в целом Конгрессом, не прошел необходимой резолюции как бы через Трампа, который так и не поставил подпись под этим документом, отправив его на доработку, потому что по его предположению, представлению, ну я в принципе в какой-то мере с ним согласен, тех единоразовых выплат, которые необходимо было, которые планировалось сделать с учетом вот этого фонда на 900 миллиардов, их будет недостаточно, и домохозяйствам, которые сейчас нуждаются в доп. ликвидности, нужно согласовать чеки не на 600 долларов, а на 2000 долларов, только это может помочь простимулировать, подстегнуть потребительскую активность и помочь экономике в целом. Я согласен с ним, что денег нужно больше, но я не согласен с тем, что нужно было вот так вот заворачивать хоть какой-то сейчас пакет экономических стимулов, можно было бы начать хотя бы с него, то есть сделать небольшой шаг навстречу всем, а потом уже через повторные решения, дополнительные решения в будущем году выделять больше и больше денег. Ну, скажем, это плюс для него, потому что он покажет, что я дам больше денег, возможно, поддержит его на тех моментах, которые могут произойти в моменте передачи этих президентств. Возможно, какой-то будет хаос твориться, и он пообещает много денег, скажем, кто-то его поддержит. Возможно, с этой точки зрения его ход такой конем. Ну, может быть, я бы его не поддержал, если честно. Я уже, будь я американцем, расписал бы, куда я потрачу 600 долларов, и тут, пожалуйста, до свидания. 600 долларов ты получишь только, если когда-то там Трамп даст резолюцию на потенциально большую сумму. Меня бы это не устроило. Я надеюсь и понимаю то, что Трамп уже никаких воскопарных целей не преследует, он просто хочет подложить мину именно самому факту передачи власти, именно этому процессу и тому, чтобы вот проблемы экономики, то есть это проблемы без этого фонда, и проблемы будут крайне очевидны в первом квартале. И вот такое наследие как бы получит уже Байден, его коллега, который обошел его на президентской гонке. Но в итоге, что мы видим сейчас по индексу американской валюты? Мы видим то, что даже при таком новостном фоне доллар все равно поджимает. 90-30 сейчас, я думаю, что все-таки, когда эта история завершится, она завершится, конечно, уже, возможно, первого числа января, но потому что, ну точно, даже Трампа смогут убедить в том, что деньги нужно выделять, пусть и в таких как бы недостаточных объемах. Поэтому по индексу доллара, вот сколько раз я уже комментировал тот факт, что если мы вернемся к линии нисходящего тренда, то это классная возможность шортить. Вот практически накануне мы наблюдали такую же ситуацию. 90-50, но там чуть-чуть мы не достали до этого уровня. А те, кто смотрит на новостной фонд, так как, наверное, нужно смотреть фундаменталистов, возможно, увидели тех рекомендаций, которые я давал, сигнал правильно воспользовались им и поставили на снижение курса доллара. Уверен в том, что вскоре мы по баксу будем наблюдать значения еще ниже. Так, была сделка по евро-доллару, но на самом деле неудачно. Вошел стоп-лосс был на отметке 20.70, сделка закрыта по стоп-лоссу. То есть на волатильности, которую мы видим последние несколько дней, вот небольшая фактически пила, 100 пунктов образовалась. Хотите сейчас смотреть фунт, я на него перейду чуть позже. Там волатильность еще более значительная. По евро я не меняю своих ожиданий, евро будет расти, поэтому можно попробовать использовать тот же самый уровень 1.2220, сколько уже, разумеется, не через селстоп, а байстоп по 1.2220, стоп-лосс также 1.2170 и ждем возвращения пары выше отметки 1.23. Кстати, я вот слежу за инвестбанками, знаешь, в Италии очень много оптимистов в Сити, которые ждут и 1.25 до конца этого года по евро-доллару, и 1.40 уже на 2021 год рисуют. Ну, это, конечно, слишком круто, слишком высоко, точно, ну, практически точно, что мы так лихо не прокатимся по восходящей динамике, но какой-то остаточный потенциал роста еще у евро сохраняется, мы его точно отработаем. И что касается фунта, я сегодня хочу предложить сделку как раз с позиции того, что сегодня вроде бы как это не мое предположение, это отсылка на комментарии переговорщиков и если Англии о том, что должны заключить сделку. Сколько раз мы это уже слышали. Ну, я помнишь, мы там на позы прошлой неделе, я говорил, что они уже там несколько лет, все время как перед Новым годом, все время какие-то сделки, сделки. Ну, очередной дедлайн у них. Сегодня ждем, вроде бы как сделка должна быть, потому что до конца года меньше времени, а ее нужно еще ифицировать. Хотя я уже не уверен в том, что ее согласуют, какая-то сделка будет, возможно, возьмут еще один год, 2021 год, и снова будут обсуждать те же самые вопросы. Но есть все-таки вероятность того, что произойдет какое-то чудо и жирную точку поставят в Брекзите. Я сторонник жесткого Брекзита, поэтому, друзья, рекомендую сегодня рассчитывать на, например, полный разрыв отношений между Англией и Европейским Союзом. То есть, если сделки не будет, то есть, если Англия не согласует те квоты, на которых настаивает Европейский Союз, то, конечно же, быть дальнейшим отношением только по принципам ВТО. Сделка, соответственно, через снижение фунта, через отложку селф-стоп с уровня 1.3360, причем тейк-профит можно будет закидывать на уровень 1.30, а стоп-лосс поставить на планку 1.3460. Думаю, что из этой сделки может что-то рискованное, конечно же. Может что-то получиться интересное. Виталий, слово тебе. Так, видно экран? Да, также хотел напомнить, точнее, не напомнить, сообщить, что я сегодня уезжаю в отпуск, скажем такой, новогодний, рождественский. Прекрасно. Я с собой компьютер беру, ноутбук, да, и, скажем, по поводу битв, если будет возможность, мы их будем проводить, да, то есть если там у нас понедельник, среда, если я в это время куда-то не уехал там кататься или что-то еще, или там плохо себя чувствую, то мы проведем. Или там проблемы с интернетом могут быть, это все такое. Потому что я буду работать параллельно, там у меня есть и обучение, и, скажем, аналитика для клиентов, поэтому я буду работать так частично. Поэтому это нужно учесть. Я буду там где-то до 15, до 20, возможно, этого января, поэтому так битвы могут быть, могут, скажем, там. Так, по поводу рынка. По фунту с тобой согласен, тоже рассматриваю его в шорт. Мы с тобой понедельник обсуждали. Я даже еще с пятницы говорил о том, что фунт смотрится в шорт. Он отпадал свои цели локальные и взял. На текущий момент аналогично возможно рассматривать шорт. Будет ли это с текущих, или мы еще подрастем к понедельным хаям? То есть это приблизительно вот отметочка 35, да? То есть как это будет? Но пока я рассматриваю шорт, мы можем еще до, скажем, до нового года там проболтаться в этом таком боковике между 36 и 31, скажем. Конечно, нужно соблюдать риски, потому что вот обычно бывает в этом. Прямо перед Новым годом евро-доллар, фунт-доллар, они бывают вот такие движения там ночью очень сильные, по 100-200 пунктов, поэтому соблюдать риски. Могут в любую сторону сходить, потом обратно, скажем, это нужно учитывать. Вот именно, мне кажется, это перед Новым годом. По поводу евро-доллара. Удачно мы его еще с пятницы шортили, я ребятам советовал, даже вчера его продавали. Удачно вышли, прям на минимуме, я сказал, закрыться, так как ожидаю, возможно, будет какая-то коррекция еще повыше. Если не будет, ничего страшного, так как у нас есть покупка франка, то есть зеркально евро-доллару. Поэтому пока евро-доллар я рассматриваю вниз, тоже нужно соблюдать риски. Пока мы находимся ниже вчерашнего хая, пока рассматриваю шорты, скажем, мы можем или с секущих падать, или еще подрасти, где-то к этой трендовой наклонной локальной. Возможно, мы упадем, как я говорил, в район 20-50. Или до Нового года, я думаю, что мы проболтаемся в таком аналогичном боковике с границами 23 на 20. Я вот так пока смотрю. Возможно, какой-то будет прострел в какую-то сторону. Поэтому напоминаю также, что соблюдать риски, если кто рассматривает шорт-секущих или повыше, стоп-лосс обязательно ставить. Возможно, конечно, будет какое-то обновление хая, и потом вниз. Там уже нужно будет пересматривать момент. Поэтому пока я медведь с тобой по фунту, по евро-доллару я пока, скажем, у нас разнонаправленные движения. По поводу 25 до Нового года, ну, я думаю, навряд ли. Это достаточно такое, если взять, включить недельку, чтобы мы сделали вот эти хаи, там 25,5. До Нового года я не думаю, а вот в следующем году, возможно, мы сделаем. Скажем, возможно и нет. Скажем, это уже такое. Дальше. Аналогично доллар-франк. Можно рассматривать покупки. Или с текущих. Возможно, еще будем падать где-то на пунктов 20-30 ниже. Возможно, там здесь рассматривать покупочки со стоп-лоссами за вчерашний минимум ставить. Рост, ну, там 50-100 пунктов, я думаю, возможно, будет по данному инструменту. Ну, еще интересное, мне кажется, на рынке, это по поводу индекса S&P 500 и Dow Jones. Здесь, ну, такая сложная сделка. Мы понимаем, это контртренд, но возможно рассматривать шорт. Пока мы не обновили вот этот хай, который был у нас, получается, на прошлой неделе, здесь еще сохраняется. Вот видно, что последние три дня у нас по S&P все время скидывают данные. Хотя выкупили позавчера достаточно сильно. Ну, кто работал с пятницы и в понедельник, я говорил, что только шорт по данному активу, интродэй мы отработали неплохо. Поэтому сегодня главное, чтобы вот эту дневочку сильно не выкупили. Если будет, скажем, рост, чтобы ее подзадавили, скажем, таким зажатием локальным оно закрывалось. Плюс, чтобы мы удержали вчерашний хай, это достаточно тоже сильный уровень, чтобы мы ниже него закрылись. Поэтому здесь могут так неплохо скинуть. Доу Джонс даже, если взять дневку S&P, вчера видно было, что после вот этого всего выкупа, который был позавчера, не последовало дальнейшего выкупа вверх, а начали задавливать. Это очень сильно видно по Доу Джонс. Тоже выкупили позавчера и должны были, по идее, вчера там расти, дальше продолжать. Но задавили вниз и плюс закрылись под самый минимум. Это нам говорит о том, что здесь нет покупателя. И аналогично здесь чуть-чуть могут еще подрасти. Я думаю, если кто рассматривает шорт, обязательно стоп-лосс оставить за хаи. Здесь тоже может быть хорошая коррекция. Плюс у нас по Доу Джонсу дивергенция на дневках, как и по фунту, кстати, на дневках. Поэтому фунт падает. Вот такое у меня, скажем, видение рынка на ближайшее время. Обязательно напомню, соблюдаем риски. Ну и плюс, кстати, по золоту тоже нужно быть осторожным. Его достаточно сильно скинули позавчера и вчера. Поэтому сейчас, чтобы рассматривать здесь покупки, нужно, чтобы прошел хороший импульс наверх. Здесь дальше проторговались. И плюс, кто смотрел нас в понедельник, я сказал, наблюдать за золотом. Возможно, будет формироваться шорт. Так как я, кто не смотрел еще, посмотрите, в пятничный обзор по ложному пробою. Ну, там я вкратце рассказывал, неполная информация, что ложный пробой может быть по отношению к уровню сильному какому-то. Там разные виды уровней есть. А плюс этот уровень может быть образован хай дня. У нас был хай дня, это получается четверг. И видно было, как в понедельник мы его тестировали ложно, закрылись ниже импульсом. То есть и пошел хороший, ну такой достаточно сильный обвал по золоту, там пунктов 400, да, то есть достаточно сильно. Вот как-то вот так. Пока я медведь, скажем, по вот этим инструментам. Евро, фунт и индексы. Спасибо тебе, Виталий. Хорошего тебе отпуска с наступающими тебя праздниками. Проведи их прекрасно, здорово. Жду тебя тогда на следующих эфирах с классным настроением, заряженным, отдохнувшим. Продолжим, соответственно, все обсуждать, анализировать и делиться нашим видением рынка. Присоединяюсь также твоим словам о том, что на таких низколиквидных и непростых непредсказуемых рынках, как сейчас, под закрытие года, нужно, конечно же, еще пуще, чем всегда, контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. Спасибо тебе, Виталий. Пока. Пока.